Здравствуйте! Сегодня начнем небольшой цикл о цимбидиумах. Мне сделали довольно справедливое замечание, я совершенно согласна, что я показываю, как отрезать, что отрезать, в каких случаях отрезать, но не рассказываю, как лечить, как содержать. Итак, я решила исправить мою ошибку, так сказать. Ну и сейчас я начну небольшой цикл о цимбидиумах. Я не буду рассказывать о том, откуда они происходят и почему им нравится холодное содержание. Все уже довольно грамотно и читали. Просто буду рассказывать о том, что мы должны делать, чтобы иметь прекрасное растение. Итак, мы покупаем цветущий цимбидиум. Он очень красивый, очень пышный или не очень большого размера. Но это не важно, это зависит от того, сколько лет растению и от сорта. Иногда мы покупаем и даже лучше, отцветшие, они дешевле и легче приживаются. Те цимбидиумы, у которых нет цветов. Как любое растение, когда оно не в цвету, оно легче приживается. Мы покупаем вот такое растение. Оно вроде бы с цветоносами, вот как у меня сейчас. И вдруг мы видим, что у нас начинают вять некоторые цветы или некоторые бутоны. Вот видите вот этот бутон? Не обращайте внимания осенние пятна, я расскажу, почему они здесь. Хотя случайно попало и на цветы. Это нормальное явление. Так как цимбидиум, как и все орхидеи, в данном случае претерпел по крайней мере три изменения своего состояния и положения климата. Их выращивали в каких-то теплицах или вне теплицах, вот как у нас на острове Самус. У них там буквально на полях выращивается. Просто сверху притеняется летом, так как у нас, знаете, солнце очень яркое. И летом делаем притенение. Это еще один вопрос к тому, выдерживает ли цимбидиум жару. Жару он выдерживает прекрасно. Единственное, что не выдерживает прямых солнечных лучей, но когда? В обеденные часы, в полуденные часы и летом. С сентября месяца прекрасно выдерживает солнце. В остальное время или утреннее, или вечернее солнце ему очень нравится. Так почему же происходит вот такая ситуация с цветами? Я уже сказала, привезли из теплицы или из того места, где его выращивали на полях. Везли, разумеется, или в грузовиках, или я еще не знаю, на чем их везут. В грузовиках в основном, в Европе. Или на кораблях, да, правильно. Завернутыми в целлофан, в тесном очень обществе, где довольно большое количество влаги и очень жарко. Вот у меня тут уже тля появилась опять, придется побрызгать. Естественно, когда мы покупаем его уже через вторые или через третьи руки, он попадает к нам домой, совершенно изменяются условия. И это очень естественно, что тем видимо сбрасывать некоторые бутоны или цветы. Вы должны переживать только тогда, когда вы видите, что сразу все цветоносы желтеют и отпадают. Если несколько бутонов или несколько цветов, это в порядке вещей. К сожалению, у нас, видимо, очень вкусные растения. Его любят все от, я не знаю, от клещей до паутинного клеща, до мучнистого червеца. Ну, в общем, растение очень нежное в том плане, что оно, наверное, вкусное. Кстати, в некоторых странах говорят, цимбидиум едят. Итак, мы принесли наше растение домой. Какое наше первое действие? Оставьте, если вы хотите держать его на балконе, вот как у меня, оставьте, по крайней мере, до следующего дня в комнате, чтобы он пришел в себя. Вынести его на балкон уже утром, на следующий день, чтобы не было резкой перемены, обстановки резкой перемены климата. Так или иначе, он будет в шоке, но будет более мягкий переход. Посмотрите, если ваш цимбидиум подсох, полейте его. И не бойтесь, когда он в состоянии цветения, вы его не зальете. Цветы поглощают большое количество влаги. Во время цветения мы поливаем наш цимбидиум, если он находится на улице, и у вас тепло, два-три раза в неделю. Если он находится в комнате, то, видимо, один раз в неделю, если, конечно, у вас не очень жарко. Итак, цимбидиум переносит жару, но переносит жару улицы, не жару комнаты. Ему нужно очень много ветра, воздуха, проветривания, солнечного света, непрямых солнечных лучей днём, как я уже сказала, но с середины сентября это уже не страшно до середины, до конца апреля, до середины мая. С влажностью в грунте мы должны быть очень осторожны. Как я уже говорила, лучший метод – это палочка. Когда вы видите, что палочка начинает подсыхать, тогда поливаем наш цимбидиум, так как у него очень легко гниют корни или пересыхают. Во время цветения мы не даём никаких удобрений. Только что мы делаем – это полив. И ждём, пока наш цимбидиум отцветёт. Это тоже зависит от сорта. Цветение держится от двух до четырёх месяцев. Вот у меня весеннецветущие цимбидиумы цвели с февраля по май. Кстати, все соседи спрашивали, какие у вас красивые гладиолусы, извините. Итак, когда мы приносим цимбидиум из магазина, это естественно, что будут какие-то потери. Это совершенно естественное явление, не надо этого пугаться. Мы ставим его на, насколько это возможно, на проветриваемое место, на светлое место. И только и делаем, что поливаем по мере подсыхания грунта. Как мы уже сказали во время цветения, немножко побольше воды можно. После того, как наш цимбидиум отцветёт... Кстати, если у вас вдруг цимбидиум стоит на улице и начинается похолодание, опускается температура до плюс 12, занесите его домой. Если он не цветущий, то до плюс 5 спокойно выдерживает. Ему очень нравятся такие температуры. Мы сказали, что цимбидиуму нужно много света, много воздуха. Прохладное содержание зимой желательно. Если есть возможность, поставьте его в самую прохладную комнату. Или если у вас засеклённый балкон... Кстати, у меня балкон закрыт плёнкой от ветра. И температура даже при минус 8 на улице остаётся плюс 5. Посмотрите, подумайте над этим вопросом. Итак, в следующем видео мы продолжим рассказывать о цимбидиумах. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием. В описании моего канала есть сноска на фейсбук.